МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги дня подводим на телеканале Санкт-Петербург. Меня зовут Александра Вараксина. Добрый вечер. И вот главная тема выпуска. Платежная неразбериха. Пусть никто не волнуется, деньги не пропадут никак, никак, никак. С каждым получателем некорректных квитанций за капремонт готовы разобраться в индивидуальном порядке. Как работает новая технология очистки сточных вод? Задача сделать максимально возможным, хорошим способом, быстро, качественно, за понятные, разумные деньги. Объект безопасен для дальнейшей эксплуатации. Представители Росприроднадзора посетили полигон Красный Бор. Петербург на несколько дней стал литературной столицей. Да и писатели знают, чем удивить. Если перед моим читателем будет стоять выбор, что лучше, зачать ребенка, ну или просто позаниматься этим делом, или почитать мою книгу. Я, конечно, предпочту, чтобы он и занялся этим делом. Книжный салон впервые проходит в самом сердце города на Дворцовой площади. Награда за вклад в развитие культуры и искусства. Это не только моя награда, конечно, нет. Это все, кто окружает меня, кто окружал. В Смольном вручили премии правительства Петербурга. История четвероногих, которые становятся хранителями культурных учреждений города. У него какая-то очень долгая, сложная и трагичная практически история, потому что около полутора лет, если не ошибаюсь, он провел на улице. В северной столице проводят перепись котов. Петербург принимает самое крупное литературное событие международного масштаба. Сегодня открылся 16-й книжный салон. И впервые он развернулся в самом центре северной столицы на Дворцовой площади, а также в главном штабе Эрмитажа. В этом году литературный праздник проводят в смешанном формате. Часть лекций и презентаций запланированы в онлайн. Ключевых тем несколько. Это 800-летие со дня рождения князя Александра Невского и 200-летие Достоевского и Некрасова. Как прошел первый день книжного салона в репортажу Дмитрия Ковалева. Пушка на Петропавловской крепости стреляет в честь открытия 16-го книжного салона. А перед официальным стартом международного форума – важное городское событие. В главном штабе после реконструкции открыли домовую церковь Александра Невского. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и директор государственного эрмитажа Михаил Петровский. И уже спустя несколько минут приветственные слова на главной городской площади гостям салона. И мне кажется, очень удачно выбрано время для проведения Санкт-Петербургского книжного салона в канун дня рождения города, спустя буквально несколько дней после празднования Дня славянской письменности и культуры. Наш город пришел в большой праздник – праздник книги. Я хотел бы поприветствовать всех, кто приехал к нам в гости, и прежде всего, конечно, наших зарубежных гостей. Несмотря на трудности пандемии, они вместе с нами… Издательство из Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, несколько российских регионов. Книжный салон – место, где решаются деловые и профессиональные задачи. Чаще обсуждают взаимодействие писателей, издательств и читателей. На форуме подписано соглашение о сотрудничестве Книжного союза и Пензенской области, а также трехсторонний документ – его участники, Книжный союз, Всемирный клуб петербуржцев и городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Я бы, наверное, хотел поблагодарить петербуржцев, жителей нашего города, потому что, прежде всего, мы чувствуем, что существует общественный запрос, вот эта вот востребованность той интеллектуальной, культурной, творческой жизни, которую правительство города, конечно, пытается сопровождать и поддерживать. В этом году салон вновь открыт для жителей и гостей города. Те, кто не смогут попасть на Дворцовую площадь, увидят все важные моменты в онлайн-трансляции. Организованный телеканалом «Санкт-Петербург». А президент Российского книжного союза Сергей Степашин особо отметил одну из программ канала «Малые родины Большого Петербурга». Я смотрю в интернете, конечно, в связи с тем, что все-таки Ленинград, Петербург – теперь это мой родной, любимый город. И вот эта вот страничка, что было, что стало, она действительно вызывает такую любовь к городу, ностальгию. Спасибо огромное, тонкое, замечательное. Прошу прощения, ленинградская передача. Книжный салон – место, где свет увидят новые произведения. Например, книга «Люди хотят знать» – история создания блокадной книги Даниила Гранина и Олеся Адамовича. Подлинная история самых страшных лет в жизни города. В новом издании впервые опубликованы страницы и главы, которые в советские годы запретила цензура. Здесь рассказано, как два человека, два автора, Гранина и Олеся Адамович, с каким трудом они вот эту правду, народную правду, вот этой первой народной книги о блокаде, с каким трудом они ее доносили в печать, и сколько им пришлось, ну, претерпеть, поработать, преодолеть, какие препоны. Впервые книжный салон проходит на Дворцовой площади и в здании главного штаба. Сотни представительств и тысячи книг. У посетителей настолько большой выбор, что без долгих и обстоятельных бесед с издателями и продавцами не обойтись. Круг читательский очень сильно расширился. Если раньше все-таки была история бестселлеров, ну, когда вся страна читает эту книгу, то сейчас люди читают совершенно удивительные вещи. По-прежнему интерес большой к современной российской прозе. Вкусы, интересы читателей совпадают в наших странах. Мы следим, конечно, за процессом в России книгоиздательским, но стараемся показывать что-то новое свое. В первую очередь это касается иллюстрированных детских книг. Этому литературному направлению уделяют особое внимание. Гости салона не уходят с пустыми руками. Мой ребенок, дочка, она очень любит читать книжки. Ей сейчас нет еще четырех лет, но для нее это лучший подарок. Я сама читаю больше литературу, связанную с историей Великой Отечественной войны. Это блокада Ленинграда, потому что мне это интересная тема. Программа книжного салона – это более 200 мероприятий за четыре дня. Выставки, тематические дискуссии, круглые столы, мастер-классы, обучающие семинары. Но самое главное – презентация новых произведений. Дмитрий Ковалев, Евгений Чернов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Итак, свою историю книжный салон начал в 2006 году в Ленэкспо. Тогда его приурочили к столетию Дмитрия Лихачева. Участие в нем приняли 158 издательств, книготорговых, образовательных и культурных организаций. Через пять лет там же в Ленэкспо к работе салона подключились 287. Компания мероприятия посетили 60 тысяч книгоманов. Десятый международный книжный салон, который развернулся в Михайловском манеже и на площади по соседству побил рекорд по числу гостей – 210 тысяч человек. Это представители 20 государств и 14 регионов России. Павильоны, сцены и концертные площадки заняли 5 гектаров. В минувшем году, несмотря на пандемию, было решено не отменять мероприятие, книжный салон состоялся в режиме онлайн. Для гостей провели более 30 лекций, презентации книг и круглых столов. Ну и, конечно, главные участники книжного салона – это авторы как новинок, так и тех изданий, которые уже успели завоевать любовь читателей. С ними пообщалась моя коллега Мария Марченко. Книжный салон – это не только возможность купить книги напрямую у издательств, но и пообщаться с любимыми писателями. Татьяна Устинова призналась, что этой творческой встречи ждала с нетерпением, ведь она первая после периода самоизоляции. Дома автор детективных романов активно работала над новыми произведениями, но за месяцы вынужденной изоляции соскучилась по живому общению с читателями. Кстати, в Петербурге, отметила писательница, публика особенная. Каждая встреча дарит незабываемые эмоции. Прошлый год был сложным для всего мира, но, как признается Татьяна Устинова, она окончательно убедилась – без книги человек жить не может. А лично она жить не может еще и без своей собаки-крестианы, с которой приехала в Петербург. Она прекрасно переносит дорогу и массовое скопление людей, и ответственные выступления, и государственных чиновников, и даже сумасшедших писателей, которым я являюсь. Это собака порода, пражский крысарик, уроженница Санкт-Петербурга, совершенно редкого ума человек. Дмитрий Быков представил на книжном салоне свой новый роман «Истребитель» о советских летчиках, который завершает так называемую «И-трилогию». Прочитав книгу, уверяет автор со свойственной ему иронией, вы станете другим человеком и никогда не вернетесь к себе прежнему. А вот влияние пандемии на читательское сообщество, считает Быков, сильно преувеличено. Больше читать книги люди не стали. Во время самоизоляции случился не литературный бум, а скорее демографический. Если перед моим читателем будет стоять выбор, что лучше, зачать ребенка, ну или просто позаниматься этим делом, или почитать мою книгу. Я, конечно, предпочту, чтобы он и занялся этим делом. На этой творческой встрече ждали не только автора Александра Архангельского, но и герои его последнего произведения, историка литературы Жоржа Нева. Но визу словисту получить не удалось. На связь он вышел благодаря Зуму. С легендарным французом Архангельский знаком 30 лет. Его привлекает его жизнь, полная драматических событий, где были и приезд в Советский Союз, и знакомство с Пастернаком, и отравление, и депортация из страны за два дня до свадьбы. И, смотря на все перипетии, Жорж Нева продолжал любить русскую культуру. Научиться счастью невозможно. За счастьем можно наблюдать и самому становиться счастливым. Никто из нас не знает, как бы он повел в тех же обстоятельствах, потому что можно про себя думать все, что угодно, но когда ты сталкиваешься с испытаниями, они могут проявить в тебе лучшее, а могут проявить и худшее. Следующее свое произведение Архангельский посвятит русской китаянке Инни Ли, для которой 20-й век стал не менее драматичным, чем для Жоржа Нева. Дочь китайского коммуниста пережила тюрьму и ссылку, но смогла стать счастливой. Мария Марченко, Антон Сергушев. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург. Как работает новая технология очистки источных вод на полигоне Красный Бор сегодня проверили специалисты Росприроднадзора. Проект пока пилотный. Если испытания пройдут успешно, технологии будут использовать в промышленных масштабах. Подробнее расскажет Дмитрий Аксенчик. Полихлорированные бифенилы, формальдегиды, другие страшные слова означают здесь только одно для непонимающих людей. Огромное скопление токсичных и опасных веществ. Это карта с отходами номер 64. Ее глубина 24 метра. Всего же в могильниках Красного Бора около 2 миллионов тонн таких веществ. В течение 50 лет на полигон свозили токсичные отходы не только с промышленных предприятий Петербурга и Ленинградской области, но и со всей России. С 2014 года вся работа здесь сосредоточена на безопасном хранении вредных веществ. Сейчас на полигоне из 70 карт открытыми остаются 5. В них около 700 тысяч тонн жидких промышленных отходов. Наша задача – те жидкие отходы, которые сегодня в картах складированы, максимально концентрировать. То есть вода доводится до значения рыбохозяйственного назначения, для того, чтобы потом она уже могла быть сброшена. Сейчас массы переполняющие котлованы собирают и перевозят на пилотную установку по переработке отходов. Новое оборудование перерабатывает 200 литров жидких отходов в час. К середине 2022 года комплекс должен заработать в промышленных масштабах. Производительность составит 60 тысяч литров в час. Оборудование разработали специально под состав отходов, утилизированных на полигоне Красный Бор. Полный состав опасных веществ еще дополняется, поэтому сейчас установка работает в тестовом режиме. По словам специалистов, в течение месяца уже можно будет окончательно сделать вывод. Об эффективности оборудования. Контроль за этим осуществляет Росприроднадзор. То, что компания показывает, мы никому на веру, ничьи слова на веру не принимаем, а хотим четко понимать результатами лабораторных исследований, что это именно так. Дабы все мы с вами спали спокойно. То есть общая задача сделать максимально возможным, хорошим способом, быстро, качественно, за понятные, разумные деньги, а объект безопасен для дальнейшей эксплуатации, а большинство фракций здесь размещенных, обезвредить до пятого класса. 28 мая мы уже выдадим результаты по данным пробам. Мы будем это делать неоднократно и следить за судьбой этой установки, пока она не выйдет на какие-то оптимальные режимы. Один из проектов обустройства территории после рекультивации – создание общественной зеленой зоны. Пока все идет по плану. Что касается финансирования этого объекта, он включен в программу «Чистая страна» и в рамках уже принятия бюджета в новой осенней сессии будет проконтролировано, чтобы средств хватило, лимитов уже под непосредственной работы по рекультивации. На переработку жидких отходов уйдет еще полтора года, а к 2025 году планируется полностью завершить комплексную рекультивацию территории. В Смольном приняли решение не начислять пенис за неуплату фонд капитального ремонта в мае. Как заявил глава жилищного комитета Виктор Борщев, это связано с трудностями переходного периода с одного оператора квитанции на другого. Напомню, с 1 мая фонд капитального ремонта на конкурсной основе определил нового оператора, который распечатывает и доставляет квитанции горожанам. Это компания «Петроэлектросбыт». Ранее строчка была в розовой квитанции ВЦКП, при этом за электричество оператор выставляет счет за прошлый месяц, а фонд капремонта за текущий. В итоге горожане в мае могли увидеть строчки за капремонт сразу в двух квитанциях. Также некоторые петербуржцы жаловались в соцсетях, что после майских праздников внезапно обнаружили пение за неуплату фонд капитального ремонта. С каждым случаем разбираются индивидуально. Для этого создана рабочая группа, с которой можно связаться по телефону 703-5701. При переходе на новые квитанции все-таки были объединены базы данных двух организаций. При этом надо понимать, что эти базы данных были и разной структуры, и разного технологического наполнения. И они вот слились в единое хранилище. И, конечно, при этом какие-то происходили накладки. Мы готовы были и признаем, что были допущены при этом ошибки. По словам Виктора Борщева, нарушителей ждет дисциплинарное взыскание. Также он сообщил, что задолженности перед фондом капремонта до 1 мая будет истребоваться только ВЦКП. Таким образом, можно избежать двойного начисления. Но тот, кто уже заплатил по всем счетам, свои деньги не потеряет. Эти деньги засчитываются и на лицевой счет. И они просто будут видеть, что у них есть денег больше, чем нужно. И поэтому в следующие месяцы не будут выставляться эти деньги и будут засчитаны в следующий период. Поэтому пусть никто не волнуется, деньги не пропадут никак никаким образом. По словам главы жилищного комитета, одна из причин обращения – начисление процента на оплату квитанции некоторыми банками. Это законно, но есть способ гарантированно избежать комиссии и провести платеж на сайте фонда капитального ремонта в личном кабинете. Проблемы парковки во дворах и безопасности при организации детского досуга в Мариинском дворце прошло еженедельное заседание парламента. Также депутаты назвали новых обладателей звания почетных гражданин Петербурга. Обо всем по порядку расскажет Александр Буренин. В Петербурге попадают под запрет бензопилы и электрошокеры, если речь идет об организации квестов, в которых задействованы дети до 14 лет, даже дети в сопровождении взрослых. Подобный запрет сегодня утвердили петербургские депутаты. И теперь организаторы подобных развлекательных мероприятий сами должны пройти квест. Как сделать квест интересным в соответствии с новыми правилами. По мнению инициаторов документа, организаторы подобных развлечений в первую очередь думают об элементах шоу, но не о безопасности. Мы запретили доступ несовершеннолетним до 14 лет на экстремальные квесты. В том числе с использованием какими-то специальными средствами, которые уже полюбились организаторам квест-румов. Среди них можно выделить и бензопилы, и электрошокеры. Еще целый ряд инструментов, скорее, не для развлечения, а для дачного хозяйства. С итогами 2020 года перед депутатами выступили представители общественной палаты города. Александр Вахмистров отметил, во время пандемии организация разработала множество предложений по поддержке той или иной сфер бизнеса. А сейчас идет подготовка наблюдателей на грядущие выборы, думские и парламентские. Формируются списки наблюдателей из расчета 4 наблюдателя на каждый избирательный участок. То есть нам надо брать это порядка 8 тысяч человек. Мы заключили сегодня соглашение с НКО, это 44 соглашения подписано. Идет работа через общественные советы районов. И на сегодня списки формируются, даже более того, проходит обучение. Ужесточили депутаты и правила парковки во дворах. Эвакуировать и штрафовать будут теперь автомобили, которые преграждают подходы и подъезды к местам для вывоза мусора, а также спортивным и детским площадкам. А главным событием дня стал выбор почетного гражданина Санкт-Петербурга. Претендовали 4 человека. В итоге на закрытом заседании были определены 2 лауреата. Руководитель театра балета, народный артист России Борис Эйфман и врач, президент ассоциации таракальных хирургов Петр Яблонский. Официальная церемония вручения пройдет завтра в Мариинском дворце. Александр Буренин, Александр Скоков, Оксана Бушмелева, Телеканал Санкт-Петербург. Премии правительства Петербурга в области культуры и искусства за 2020 год вручили в Смольном. Награжденных поздравил губернатор Александр Беглов. Прошлый год был непростым для работников искусства, отметил глава города. Однако культурному Петербургу удалось ответить на вызовы пандемии. Представитель коллектива Екатерина Сергеевна Кармашова. Для нас очень важно проявить уважение и поздравить вас, потому что год был непростой, 2020 год. Вы сражались так же, как и медицинские работники, так же и преподаватели многие другие на своих площадках. Я хочу отметить, что не оставили своих зрителей, не оставили тех, кто любит искусство, не оставили просто жителей нашего города. За выдающиеся заслуги в развитии петербургской культуры наградили режиссера и педагога Малого драматического театра Валерия Галиндеева, также среди награжденных дирижер Федор Леднев и скульптор Антонина Фадхулина. За вклад в развитие театрального искусства премию удостоили народную артистку России. Ирина Соколова. Это не только моя награда, конечно нет. Это все, кто окружает меня, кто окружал. И, конечно, режиссером, актером, коллегам. И в первую очередь зрителям. Если бы не было зрителя, нас бы тоже не было. В целом, как ни абстрактно, не касательно меня, это очень хорошо, что поддерживают художников. Ну и вообще людей творчества. А когда касается тебя, это каждый раз какие-то переживания. В сфере киноискусства отметили коллектив авторов художественного фильма «Шума». Традиционно премии вручают в преддверии Дня города. О других заметных событиях дня в коротком обзоре. Правительство России утвердило программу подготовки к проведению в Петербурге матча чемпионата Европы по футболу. Документ включает 15 мероприятий, в том числе комплексную подготовку стадиона на Крестовском и тренировочных площадок. Вся спортивная инфраструктура должна полностью соответствовать требованиям УФА. Прокурор Сергей Литвиненко встретился с горожанами. Прием прошел в администрации Выборгского района. С просьбами и жалобами обратились 15 заявителей. Речь шла о социальных выплатах, проблемах бизнеса и вакцинации. Решение озвученных на приеме вопросов Сергей Литвиненко пообещал взять под личный контроль. Полиция Петербурга начала масштабную проверку. В сфере таксомоторных перевозок выросли криминальные случаи с участием таксистов, зарегистрированных на сервисах онлайн-заказов. Только за один день правоохранители проверили около 2000 автомобилей. 163 таксиста выполняли заказы, не имея лицензии, подавляющие большинство мигранты. Алиса Фрейндлих впервые вернулась на сцену после перенесенного коронавируса, исполнив главную роль спектакля «Волнение» в Каменноостровском театре. Зрители наградили народную артистку несмалкаемыми аплодисментами. Актрису выписали еще в феврале, но чтобы окончательно поправиться, она впоследствии проходила курсы специальной гимнастики для укрепления легких. Ко дню города приводят в порядок основные достопримечательности северной столицы. Сегодня реставраторы музея городской скульптуры очистили от пыли и грязи главный символ города на Неве – памятник Петру Первому. Процедура больше напоминала спецоперацию, причем с уже отработанным алгоритмом. За преображением медного всадника наблюдала моя коллега Светлана Бахчуванжи. Петр Великий в мыле и пене. Зрелище уникальное, которое можно увидеть лишь пару раз в году. Возможность запечатлеть редкий момент туристы и случайные прохожие, конечно, не упускают. Только приехали. Интересно, потом такой памятник, он же не простой, а вот такой знаковый для Санкт-Петербурга. Поэтому интересно, что в итоге получится. Пыль копать следы от птиц. Чтобы отмыть 10-метровый памятник, на Сенатскую площадь подогнали автокран. Технология очистки медного всадника с годами уже выверена до мелочей. Сначала с монумента смывают грязь, которая накопилась в прошлой зимы. Затем мягкой щеткой наносят специальный мыльный раствор. Потом снова смывают. И только после того, как император обсохнет, его натрут воском, который придаст основателю Петербурга не только блеск, но и защитит его от переменчивой петербургской погоды. И, к слову, о переменчивости. Из-за дождя работы с воском приходится отложить. Если сегодня дождик не прекратится, то мы проведем консервацию в другой день. Для этого выберем подходящий момент в течение летнего сезона. Проведем дополнительную промывку и покрытие консервационным составом. Перед СПА-процедурами реставраторы осмотрели императора и его жеребца. Все тот же уверенный взгляд и твердый взмах руки, грозящий шведу. За 300 лет творение Фальконе все еще находится в достойном состоянии. Есть лишь детали, которые требуют особого внимания. В первую очередь это затылок. Его снизу не видно. И он, как правило, наиболее загрязнен среди остальных. Тоже в таких углубленных местах, как складки, ноздри коня, скапливается грязь. И ее, наверное, конечно же, оттуда удалить. Скульптуры сохранны и изнутри. А вот 40 лет назад, когда специалисты делали медному всаднику рентген, в теле коня обнаружили воду. Недавно Петр Первый пережил еще и лопароскопию. На данный момент в скульптуре присутствуют дренажные отверстия, которые хорошо выполняют свою функцию. Во время проектных работ было обследование методом эндоскопа. То есть в отверстие была помещена камера. Внутри скульптура находится в хорошем состоянии. Однако последние исследования показали самому постаменту, известному больше как «Гром камень». Нужна реставрация. Ее планируют начать уже в ближайшее время и завершить к 350-летию Петра Великого. Эту дату Петербург отметит уже в следующем году. Светлана Бахчеванджи, Наталья Шорникова. Новости, телеканал Санкт-Петербург. В атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости открылась выставка народных художественных промыслов и ремесел. Участие в ней принимают более 40 представителей малого и среднего предпринимательства. Это и признанные мастера, и начинающие. Берестяные изделия, керамика витражи и картины, украшения из бисера, авторской куклы – это далеко не все. Экспонаты выставки рассмотрел Максим Лебедев. Под песни казачьего хора прямиком в старину у первых посетителей выставки народных художественных промыслов и ремесел глаза разбегаются на прилавках у мастеров витражи и мазаичной картины, изделия из натуральных камней, предметы декора из ивовой лозы, авторские куклы и игрушки. Выставка ремесел открылась в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости. Здесь, на площади в 600 квадратных метров, 40 мастеров представили свои лучшие работы. Тут не только изделия русского прикладного творчества, но и гости из других культур. Гости выставки-ярмарки торопятся приобрести эксклюзив от умельцев. В том и прелесть ремесленных изделий. Здесь почти каждая вещь уникальна. Креативная индустрия, куда вы по праву относитесь, сегодня является локомотивом малого и среднего предпринимательства, потому что связывает как технологические достижения, так и какие-то культурные наследия нашего города. Выставка организована Комитетом по промышленной политике. Петербургских предпринимателей, работающих в этой сфере, Смольный готов поддерживать. Город, конечно, тоже поддерживает это направление. Мы создали Центр народно-художественных промыслов, который помогает начинающим предпринимателям, действующим ремесленным, компасамам, разным вопросам. Это и финансовая помощь, и юридическая помощь. Выставка будет работать до 30 мая. Максим Лебедев, Владимир Беседин, телеканал Санкт-Петербург. В Петербурге проводят переписи котов и непростых, а настоящих хранителей культурных объектов. У каждого своя история. О четвероногих, для которых театральная сцена или библиотека, стали работы и домом. Александр Одинцов. Библиотекарь второй категории Муся, штатная сотрудница. Между прочим, характер спокойный, своенравный. В общем-то, как и полагается для такого учреждения. Здесь, в библиотеке имени Маяковского на Фонтанке, кошка живет и работает 14 лет. И то ли манеры, то ли зал, в котором, как правило, обитает кошка, не позволяют ей отвлекаться на русское кис-кис. С людьми общительно, но и тут меру знают. Она все время за мной ходила. Вот самое интересное, вот сейчас народу много, она приходила, потом, если я ее не трогаю, она мне лапа. Значит, вот так, я с нее глажу, мы с ней смотрим, слушайте, она удивительная. В библиотеку кошка попала в 2007-м. У Муси была перебита лапа. Кошку выходили и оставили. Правда, несколько раз усатый библиотекарь чуть было не сменила прописку. Кошку хотят унести с собой, ее кладут в сумку, пытаются как-то вынести из библиотеки. Но в этот момент она проявляет свой характер, она начинает мяукать, она начинает вырываться. Конечно, кошку просто так не посадишь в сумку. И, конечно, библиотекари тоже следят. У Муси есть зарплата. Получают ее раз в год, а не в месяц. Жалование уходит на кормы и ветеринара. Посещение доктора раз в полгода. Яков Моисеевич к сцене только привыкает. В театре эстрады хвостаты всего полтора месяца, но уже вжился в роль талисмана. К зрителям пока не выходит. Чаще время проводит в канцелярии. Характер спокойный, но крайне любознательный. У него какая-то очень долгая, сложная и трагичная практически история, потому что кот изначально домашний, потом оказался на улице. Его подкармливала, ну, как это бывает, бабушка неравнодушная. Около полутора лет, если не ошибаюсь, он провел на улице. По-человечески Яше всего шесть лет. После всех превратностей судьбы он оказался в Республике Кошек. А уже там его заметил Юрий Гальцев. Без всякого кастинга принял четвероногого в труппу театра эстрады. Вообще кот Мару неиспугливый. Дацан охраняет от грызунов уже два года. В Петербург попал из Ленобласти. Для него открыты все помещения и сужен свод правил. Четырехлетний кот не посещает хуралы, молебны буддистов. К просветлению не особо стремится, но должное спокойствие обрел. И, кажется, только на камеру немного занервничал. Это живое существо. Возможно, в одной из прошлых жизней мы были знакомы, может быть, родственниками. Может быть, они были у нас тут на молебнях, на службах. И в своей нынешней жизни они переоделись кошками. И вот с этими котами и кошками, как правило, самых простых пород, Петербург становится настоящей кота культурной столицы. Они, как сотрудники учреждения, уже настоящий бренд, любимцы публики, появляются на сувенирах. Ко Всемирному дню петербургских котов 8 июня объявлен конкурс среди усатых и хвостатых сотрудников. Проголосовать за своего фаворита можно на сайте. И, пожалуй, кроме призов для отдельных четвероногих, все представители семейства получают большее гуманное отношение. Александр Однецов, Артур Хабибов, телеканал Санкт-Петербург. В Ленинградском зоопарке о пополнении у пары кошачьих лемуров, нимф и алфея, родился малыш. И сейчас, спустя месяц, не могут познакомиться гости зоопарка. Детеныш хоть и активный, но пока далеко от взрослых не отходит. Какого пола новорожденной, пока не ясно. Добавлю, что ранее в зоопарке появился на свет детеныш японской макаки. И до 8 июня можно поучаствовать в выборе его имени. В завершении выпуска о погоде. Завтра днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 16, плюс 18 градусов. В ночные часы в некоторых районах осадки сохранятся. Столбик термометра опустится до плюс 7, плюс 9. Такие были новости на сегодня. Прямо сейчас прямой эфир телеканала «Санкт-Петербург» продолжит мой коллега Иван Лосев с новостями спорта. Иван, добрый вечер. С чего начинаете? Александр, приветствую. В финале Лиги Европы, друзья, счет только что был открыт. ФНЛ производит слияние с ПФЛ, а РПЛ называет лучших в прошедшем сезоне. Все объясню, поясню. Через 7,5 секунд стартуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова